РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 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 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УНОЗАКЛЮЧЕНИЕ Значит, в любом случае получаю хорошее образование И нам снова понадобится доска Мы сейчас попробуем записать, используя логические символы, формулу этого рассуждения Выглядит оно таким образом Если я поступаю в ВУЗ-1, то получаю хорошее образование Если я поступаю в ВУЗ-2, то тоже получаю хорошее образование Но я собираюсь либо в ВУЗ-1, либо в ВУЗ-2 Значит, в любом случае я получаю хорошее образование Три посылки, две из них условные и одна разделительная посылка, которая фиксирует как раз эти две альтернативы Именно поэтому они так и называются, условно-разделительные Очевидно, что это умозключение не позволило человеку совершить выбор Пришлось рассуждать дальше И второе умозключение построил примерно такое Если я поступлю в ВУЗ А и окончу его, то смогу работать в бизнес-структурах Я сразу запишу Если я поступлю в ВУЗ Б, то по окончании его смогу заниматься наукой Но я собираюсь в ВУЗ А или в ВУЗ Б Следовательно, либо я получу возможность работать в бизнес-структурах Или я получу возможность и готовность заниматься наукой И снова у нас две условные посылки и одна разделительная посылка Но поскольку и те, и другие следствия предпринятых действий для него были приятны Он хотел бы заниматься и тем, и другим То опять полученное ему заключение не позволило этот выбор окончательно сделать Продолжает рассуждать молодой человек дальше Если я поступлю в ВУЗ А, то в силу разных причин, я не буду их описывать Я потеряю важные для меня научные знания Потому что обучение там практика ориентированная Если я поступаю в этот самый ВУЗ А, то в силу первой причины я теряю возможность подрабатывать репетиторством А для меня это будет важно Но, думает молодой человек дальше Я не хочу потерять важные для меня научные знания Или не хочу потерять возможность подрабатывать репетиторством Значит... Не поступаю в этот ВУЗ Значит, видимо, мне не стоит поступать в ВУЗ А Вот так выглядит форма третьего умозаключения И выстраивает еще одно рассуждение Если я поступаю в ВУЗ А, то я теряю важные для меня научные знания Если я поступаю в ВУЗ Б, то у меня, скорее всего, возникнут по его окончании проблемы с трудоустройством Но ни то, ни другое мне не подходит Я не хочу терять важные для меня научные знания Или не хочу, чтобы у меня возникли по окончании проблемы с трудоустройством Значит... Значит... Видимо, мне не стоит поступать в ВУЗ А Или мне не стоит поступать в ВУЗ С В ВУЗ Б, то есть мы обозначили это суждение буквой С Вот такие четыре формы условно-разделительных умозаключений и логики суждений Построил наш молодой человек Пытаясь принять решение в этой достаточно непростой житейской ситуации Ну а теперь... Спасибо большое Теперь давайте попытаемся посмотреть, оценить эти умозаключения Что они собой представляют Ну, во-первых, как мы уже выяснили Все эти формы содержат обязательно посылки двух типов Это посылки условные И одна из посылок является обязательно разделительной Поэтому, собственно, они и называются условно-разделительными Дальше, если мы очень внимательно, вооруженным глазом Посмотрим на эти самые четыре формы То увидим, что в одних случаях суждение, которое мы получаем в качестве заключения Оказывается простым суждением А в других случаях оно оказывается сложным Разделительным Сложным разделительным суждением В связи с этим такого рода умозаключения оказываются либо простыми И называются либо простыми, либо сложными То есть, чтобы мне определить, какая передо мной логическая форма дилеммы Простая или сложная Мне надо обратить внимание на заключение На заключение, да Если оно представляет собой простое суждение, значит и такое умозаключение называется простым Маленький нюанс. Насколько я видела из представленных вами форм, некоторые заключения представляют собой суждения отрицательные. То есть, допустим, не А. Вот такая дилемма будет простой или сложной? Она может быть и простой, и сложной. Но здесь мы как раз выходим на другую классификацию видов такого рода умозаключений. Если мы в разделительной посылке отрицаем следствие наших условных посылок и, соответственно, в заключении получаем отрицание основания этих условных посылок, то такая дилемма будет называться деструктивной. Ну а если мы в разделительной нашей посылке, в дезюнктивной утверждаем основание условных посылок, а в заключении утверждаем следствие условных посылок, то такая дилемма будет называться конструктивной. Итак, посмотрим на слайде. Дилеммы делятся, то есть условно-разделительные умозаключения логики суждений с двумя условными суждениями, с двумя альтернативами в разделительной посылке делятся на простые конструктивные, простые деструктивные, сложные конструктивные и сложные деструктивные. Ну, во всех наших примерах, во всех четырех примерах рассуждения этого молодого человека, действительно, альтернативы было всего две, поэтому такие умозаключения мы называем дилеммами. Но совершенно очевидно, что жизнь перед нами ставит и более сложные задачи, и таких альтернатив может быть и большее количество. А вот если у меня три альтернативы? Три леммы. Три леммы. А если больше трех? Принято называть поли леммами. Хотя мне кажется, что и три леммы, и заключение условно-разделительной с большим, чем три количеством посылок, альтернатив в разделительной посылке можно было бы назвать поли леммами. Но принято так, дилеммы с двумя альтернативами, соответственно, с двумя условными посылками, три леммы с тремя альтернативами, с тремя условными посылками, и если их больше, значит поли леммы. Теперь у меня прояснилось. Большое спасибо. Спасибо нашим слушателям.